Сегодня во всем мире учатся экономить. Меньше тратить это тоже способ увеличивать доходы. И главный помощник тут – компьютер. В Беларуси, где сельское хозяйство – приоритет номер один, в аграрную сферу пришли космические технологии. В прямом смысле слова. Тому пример – точное земледелие. Что это такое и при чем тут космос? Сейчас узнаете. Точное, или как его еще называют, интеллектуальное земледелие – одно из современных направлений в развитии сельского хозяйства. Оно позволяет разумно использовать природные ресурсы и получать максимальный урожай при минимальных затратах. Но что это такое? Точное земледелие. Не секрет, что поле не бывает абсолютно однородным. На соседних участках уже на расстоянии метра могут существенно отличаться и количество минеральных веществ, и влажность, температура почвы и ее освещенность. В итоге культуры на таком поле растут в неравных условиях. А обработка почвы при этом остается одинаковой для всего поля, ведь существующая техника к такой тонкой работе не приспособлена. В результате урожайность страдает, а сам земледелец лишается возможности экономить. Но как механизатору сориентироваться на поле, понять, где и сколько, носить удобрений? Сегодня на помощь аграриям приходят космические технологии. Именно они помогают создать точную карту рельефа и структуры поля. Такие карты создают зарубежные фирмы-разработчики. Для оценки почвы они используют новейшие технологии, такие как системы глобального позиционирования, дистанционного зондирования Земли, специальные датчики, аэрофотоснимки и снимки со спутников. Вместе с данными из космоса в расчет берут и наземный анализ состава почвы. Для составления этого самого анализа используют специальную технику для точного земледелия – пробоотборник почвы. Этот небольшой шустрый квадроцикл точно знает, на каких участках надо взять пробу. Машина двигается по полю, стоит ноутбук у оператора, в котором заложена спутниковая карта, где отмечены точки забора проб. Соответственно, подъезжает оператор к этой точке, опускает пробоотборник, он берет пробу почвы и дальше двигается к следующей точке. Пробы направляют на анализ в лабораторию. Результаты этого анализа потом передают разработчикам программ для точного земледелия. Они выявляют зоны наибольшего плодородия и вносят их координаты в спутниковую программу. Снимки из космоса позволяют узнать структуру каждого квадратного метра на поле. Потом рассчитывается, сколько нужно удобрений для того или иного клочка земли. И только тогда поле обрабатывают. Тоже уже с предельной точностью. Эта технология позволяет буквально с каждого сантиметра земли выжать максимальный эффект, не расходуя ресурсы вслепую. Надо сказать, что техника для точного земледелия – это компьютерные роботы-самоходы. Здесь установлены цифровые бортовые компьютеры с картами сельхозугодий, роботехнические устройства, автоматические дозаторы и точные датчики, постоянно ощупывающие пространство вокруг трактора или комбайна. Эта суперточная техника, получая информацию от системы глобального позиционирования, движется по полю на автопилоте или в так называемом режиме параллельного вождения. А водитель в кабине нужен лишь для того, чтобы контролировать ситуацию в непредвиденных случаях, да выполнять, например, развороты после прохождения очередного гона. Оператор проезжает примерно 50 метров по прямой, устанавливает автомат вождения и до конца поля машина едет без участия оператора в автоматическом режиме. В конце поля оператор разворачивает машину и опять же параллельно данной полосе машина едет автоматически и вносит удобрения. Роботизированная машина может работать даже ночью, в тумане, при повышенной запыленности или других неблагоприятных условиях. И это не мешает ей выполнять свои операции с точностью до сантиметров. Так расход ресурсов меньше, чем на все поле, а урожайность выше. Не менее удивительно наблюдать и за обработкой растений. Используя информацию датчиков, которые на ходу измеряют концентрацию хлорофила в листьях и густоту посевов, бортовой компьютер трактора сам производит расчеты и дает команду опрыскивателю выдать ровно столько, например, азотных удобрений, сколько необходимо растениям именно на этом клочке поля. На финишной машине, комбайне, тоже устанавливают умную компьютерную систему. Она считает урожай прямо в момент его уборки. Установлены мониторы урожайности в кабине, а также датчик влажности зерна, датчик урожая. Еще одно преимущество точного земледелия в электронной записи и хранении истории полевых работ и урожаев. Это помогает и отчеты составлять, и планировать работу. Еще один плюс – экологичность. Ведь если те же удобрения вносить выборочно, загрязнение окружающей среды будет меньшим. Точное земледелие привлекает внимание аграрии всего мира в течение последних 20 лет. Пионер в этой сфере – Великобритания, где на ферме в графстве Сафольк на протяжении трех лет проводили картографирование урожайности и покоординатный анализ почвы. Это обеспечило экономию в среднем по 30 долларов в год на каждом гектаре. В 1992 году для объединения усилий по разработке и освоению электронных систем сельхозпроизводства страны Европейского Союза приняли план финансирования компьютеризации сельхозтехники. Сейчас к этой работе присоединились Венгрия, Чехия, Словения и Эстония. Все мировые лидеры по производству сельхозмашин сегодня комплектуют свою технику навигационной системой GPS. GPS-оборудование обеспечивает экономию средств. Причем в создании качественно новых высокоточных и высокопроизводительных машин западноевропейские страны значительно обошли США и Канаду. В Европе, например, подсчитано, что экономический эффект от применения GPS-оборудования достигает 50-60 евро на гектар. Благодаря использованию высокоточной техники в странах с развитым земледелием урожайность зерновых культур удалось поднять до 90 центнеров с гектара. В Беларуси же технику точного земледелия начали осваивать совсем недавно. И пока в качестве эксперимента нескольких хозяйствах. На Могилевщине элементы точного земледелия начали применять в 2012 году. После того, как в Гомеле состоялась научная конференция по проблемам использования навигационного оборудования в сельском хозяйстве. Там впервые в Беларуси и озвучили идею точного земледелия. И теперь по поручению президента страны в Могилевской области эту систему внедряют пять хозяйств. В Кличевском районе это совхоз «Доброволец», в Могилевском – СПК «Могилевский ленок», в Кировском – СПК «Рассвет», в Хотимском – «Бабушкино подворье», а также в Горках – райагропромтехника. Из областного инновационного фонда им выделены миллиарды рублей на приобретение полного комплекта необходимого оборудования. Первым в регионе два года назад технологию точного земледелия стало внедрять хозяйство «Доброволец» Кличевского района. Совхоз специализируется на выращивании зерна, картофеля, производстве молока и мяса. Чтобы освоить новую технологию, сотрудники обл. сельхозпрода в течение двух лет изучали опыт разных стран и остановились на Бразилии. Вначале мы относились с опаской, получится у нас, не получится у нас. Потом же требовалась подготовка специалистов по данной теме, и начитка материалов, и устные консультации, наработки, разговоры. Чтобы было понимание, что мы делаем и для чего мы делаем. Для совхоза «Доброволец» приобрели специальную технику – проботборник почвы, распределитель удобрений, сейлку и переоснастили комбайн. Просто купить машину оказалось недостаточным. В хозяйстве много трудились над усовершенствованием этой техники. Вместе с бразильскими коллегами изучали принципы работы в наших условиях. Оказалось, что по технологии максимально удобрять надо не слабые участки, а наоборот, с более высоким плодородным слоем. Мы боялись, что как же будет поле себя ввести. Может быть, с него всё заберём. И поле потеряет плодородие. Конечно, когда во второй год мы начали работать, внесение миральных удобрений несколько увеличилось. И это нормально, говорит руководитель. Уменьшать вносимое удобрение ежегодно не получится. Но сохранять стабильно низкие затраты на них по сравнению с традиционным земледелием – реально. У новой технологии всё ещё есть скептики. И во многих хозяйствах к передовой технике пока относятся с недоверием. Оправдают ли свои затраты космические системы? Ведь опыт их использования в Беларуси минимален. А уйти в минус при таких-то вложениях государства – слишком большой риск. В Добровольце подтверждают, внедрять технологию точного земледелия не так уж и просто. Для этого придётся адаптировать всю прежнюю систему. И без щёткой дисциплины, скрупулёзных подсчётов и заинтересованности всех участников процесса тут не справиться. Я считаю, что не сломя голову, но постепенно, шаг за шагом, надо увеличивать количество площадей, которые будут работать по точному земледелию. И в то же время углубляя технологию и усиливая технологическую производственную дисциплину на данном проекте. Точный подход к земледелию в совхозе Доброволец тоже пока эксперимент. Но уже в эти два года он дал ощутимые результаты. Новую технологию испытывали на среднем по урожайности поле 84 гектаров. В первый год затраты на один гектар по традиционной технологии составили 4 миллиона 350 тысяч рублей. По технологии точного земледелия 3 миллиона 500 тысяч рублей. Удалось снизить затраты на 19%. Себестоимость тонны зерна по традиционной технологии составила 930 тысяч рублей. По технологии точного земледелия 750 тысяч рублей. Удалось уменьшить себестоимость на 19%. Во второй год затраты на один гектар по традиционной технологии составили 8 миллионов 130 тысяч рублей. По технологии точного земледелия 7 миллионов 230 тысяч рублей. Удалось снизить затраты на 11%. Себестоимость тонны зерна по традиционной технологии составила 1 миллион 300 тысяч рублей. По технологии точного земледелия 1 миллион 100 тысяч рублей. Удалось добиться уменьшения себестоимости на 17%. Вот и получается, что, образно говоря, сеть из космоса дешевле. Цифры говорят за себя. В прошлом году урожайность на этом поле составляла 46 центнеров с гектара. В этом году уже 65. Здесь планируют постепенно увеличивать площади поточной земледелия. В этом году с 500 до 650 гектаров. Новую технологию будут применять и к другим культурам. Чем будем заниматься в этом году? Вот это поле, о котором я говорю, в этом году оно упадет под азим и рапс. Есть поле 30-го года использования, мы дадим, значит, дадим картошку. Мы ожидаем, что 400-450 центнеров урожайности на картошке будет. Мы дадим цифры, сколько мы сэкономим и ранее удобрения на этом поле. В хозяйстве доброволец прогнозируют, что затраты на эксперимент окупятся уже за 3,5 года. По зарубежным данным, вложение в систему точного земледелия окупается за 2-4 года. Причем, чем больше хозяйства, тем это происходит быстрее. По статистике, технологии точного земледелия в той или иной степени применяют 80% фермеров в США. В Германии, где элементы новой технологии в неделе больше 60% фермерской хозяйств, урожайность стала выше на 30%. При этом затраты на удобрения снизились на те же 30%. Сегодня уже и в нашей стране работают над созданием отдельных элементов системы точного земледелия. Так, в Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси создаются дистанционно управляемые машины. Для снижения затрат ученые работают над адаптацией отечественных сельхозмашин под систему точного земледелия. Ведут разработки в области цифровой картографии, создания навигационного оборудования и программного обеспечения. Ошибается тот, кто решил, что в нынешние времена, даже при современной технике, хлеб дается легко. Но при грамотном подходе новые технологии все-таки позволяют получить максимальный урожай при минимальных затратах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok